И выдает команды запуска аппаратуры опытного поля. Точно по расчету сработала парашютная система. Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышкой последующей свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до 1000 километров. Пылевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. В это же время с самолета, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Он медленно поднимался вверх, увеличиваясь в объеме. Максимальный диаметр купола доходил до 20 километров. Пронизав несколько слоев сплошной облачности, огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров. С этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако. Увеличиваясь в размерах, облако медленно поднималось вверх. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму. В этот период диаметр его основания был равен 70 километрам, а диаметр ножки 26-28 километрам.